Гомельщина не здарма славится и окрая гостинные ветлевые. Тут саправды ведают, как примать гостей. Житковицкая земля не выключение. У зельников пресс-тура на вяжи Брестской и Гомельской областей сустракали хлебом солью и народными песнями. Агульный фотосдымок на память на уезде у Житковицкий район, а далее рух по распрацованным маршруте. Первым объектом наведывания в программе стал Туровский молочный комбинат. Гэта сучасная экспортно-ориентованная предприемство, якое специализуется на выпуску сыров. Тут вырабляет высокоякосный по усіх параметрах продукт. У ассортиментным пиролику сыры вядомых европейских атунков – моцарелла, маскарпоне, рикота и іншая. Гэта мягкие, полуцвердые сыры, вырабленные по итальянской технологии, а так само уласные рецептуры. Почас дегустации у дельники пресс-тура змогли оценить продукцию предприемства, одягучи специальные галереи с панорамными вокнами, поназирать за вытворшим процессом. Продукцию этого комбината я оценивал как простой обыватель, так как не сильно разбираюсь. Впечатлил сыр с паприкой. Мне также очень понравилась экскурсия. Видно, что это современное предприятие, которое выпускает большое количество видов сырной продукции и оправдывает вложенные сюда средства. К слову, с молочной белорусской продукцией я до этого не сталкивался и сейчас полакомился ею от души. Ознайомились у дельники пресс-тура из открытым акционерным товарыством «Туровщина». Буйным агропромысловым предприемством ведучими на прамках якого заявляется вытворчасть и перепрацовка сельской господаршей продукции, а так само развитие агроэкотуризма. Запросили гостей у туристичный комплекс «Трумень», где створены усе умовы для активного гадпачинку. Комфортабельные домики, ресторан, палевничные угодзи и арендованная частка Раки-Прыпять для аматоров рыбалки. Летесь в этот туристичный объект принял больше, как 2000 наведальников. Дарэч, для повышения объема экспорта туристичных послуг и притягнения на Гомельщину замежных гостей в нашем регионе проводится серьезная усебаковая работа. В этом году предусмотрено больше 200 маршрутов по Гомельской области. Они интересны для наших туристов, они интересны, конечно же, в первую очередь для иностранцев. Люди, которые приезжают в нашу Гомельскую область, они отражают, что да, вы на правильном пути. Естественно, мы не будем останавливаться на том, что достигнуто. Будем организовать те же самые рекламные туры и рекламировать свой регион Гомельской области. Про то, что требует больше про себя заявлять и рекламовать свои послуги на разных международных выставах, отзначают и удельники пресс-тура. До приклада туров – это не только один из самых старожитных городов Беларуси. Он так само издевляет удалым с получением вытворчего, культурного и паломницкого туризма. Тут сконцентровано шмат уникальных объектов, які обовязково затекают замежных гостей. Например, судодейные крыжи на Борисоглебских могилках, тирэштке, одинага помника монументальной архитектуры Паудневой Беларуси, православного храма 12-го стагодя, представленный у Туровским краезнавчим музея. А Яшше – богатый природный потенциал и неподробная ветливость гостиных Жахарова-Полесья. Меня впечатлила не только этот музей, этот объект, но вообще и туровщина от момента нашей встречи, от самого гостеприимства, так же и от того, что мы посмотрели. Потому что я сама туроператор, я 20 лет работаю, но я не знала, что у вас такая великолепная сейчас инфраструктура, что ездят ночевать, рестораны есть и все. Здесь можно сейчас и останавливаться, и показывать уже более в таком полном объеме. Вероника Варашилина, Валерия Гапанько, Телерадоя, компания «Гомель» с Турова.